На Украине активно обсуждается новый приказ Министерства обороны, который расширяет перечень профессий для постановки на воинский учет. Весело у них там, ибо теперь военнообязанными на основании этого приказа станут женщины целого ряда профессий. Видите, до чего Путин довел соседей. Так не хочет нападать, паразит, что под ружье, пока мужчины то ли разбежались, то ли на заработки разъехались. Ну а ради чего стоял Майдан, теперь попадут актрисы, женщины, работающие в библиотеках или официантками в ресторанах и кафе. При этом новшество еще и в том, что военные обязанности для широкого ряда профессиональных категорий женщин распространились на возраст вплоть до 60 лет. Кто что-то сказал сейчас про пенсионный возраст в России? Причем, кстати, для справки, в стране самых больших трезубов и самой мощной европейской армии, если кто забыл, каких-либо послаблений для беременных и женщин с детьми, подпадающих под призыв, не предусмотрено. Видимо, поэтому Британия готовится эвакуировать инструкторов из Украины в случае военного конфликта, о чем сообщает издание The Daily Express со ссылкой на источники в армии Соединенного Королевства. Ну а действительно, с такой-то мощью незалежная в три дня и Москву займет, и до Владивостока дойдет. Тем более, все эксперты сходились во мнении, что Путин нападет край 25 декабря, а он опять не пришел. Ничего нельзя доверить кремлевскому режиму, элементарное завалят, там люди есть хотят, а эти издеваются. Правда, как обычно, есть нюансы. В гипотетической воздушной битве друг с другом Украина и Россия могут задействовать много одинаковых моделей самолетов, но в совершенно разных количествах. Сравнение военной авиации двух стран провело американское издание The Drive. В публикации утверждается, что воздушно-космические силы ВКС России располагают примерно полутора тысячью боевых самолетов, тогда как на Украине их насчитывается примерно 200, большая часть из которых к тому же произведена во времена СССР. Что, кстати, тоже поразительно, а как же декоммунизация? С памятниками Ленину, значит, справились, а добить вражеское советское наследие в области военной авиации за 30 лет не судьба? Но, положа руку на сердце, наша передача уже знает, кто виноват, потому что во всех этих новостях отчаянно видна, если честно, рука Кремля. Ведь, во-первых, посудите сами, сколько лет граждане ударно торговали советским наследием, перечислять, сколько и чего досталось Украине после развала СССР, никакого времени не хватит. А как дошло до войны с Россией, про которую уже все уши всем прожужжали из Вашингтона, так давай сразу считать, сколько там в армии страны 404, чего осталось. Вы еще дживелины святые и подарочные резиновые лодки американские пересчитайте в натуре, подарили и все, забыли, остальное не ваше дело. Ни у кого не осталось хороших манер, куда катится этот мир. А также надо понимать, в какой капкан сейчас на Украине попал президент страны в смартфоне. Это ж явно заказуха Путина чистой воды. Ведь если сейчас мистер Зеленский попытается отменить приказ о призыве женщин на святую войну с Москвой, которая все равно не придет, его сразу обвинят в том, что он зрадник, все слил, агент Кремля и вообще не оправдал высоких ожиданий украинского народа, который выбирал так-то президента приговора. А если при президенте злостном, между прочим, уклонисте, еще в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил, продолжит закручивать гайки, как ему на второй срок выдвигаться, куда он клятвенно обещал не ходить. Причем тем временем в США активно обсуждают некомпетентность президента Украины в военных и дипломатических вопросах. Перед тем, как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком, он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ. Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трение между Россией и Соединенными Штатами, пишет The New York Times. И это в стране, где еще недавно президенту приговору подарили книгу. Так что будьте спокойны, все это вообще не конец истории.